Всем привет! Вот продолжение изготовления нарт. Сегодня будем нарезать звезды. Затачиваю резцы и начинаю прорезать звезду по контуру. При длительной резьбе затачиваем резец каждые 15 минут. Прорезав по контуру, начинаю вырезать треугольники, чтобы образовывалась звезда. Можно вырезать этот треугольник за несколько раз, но я прохожу с первого раза на всю глубину. Также не забываем соблюдать технику безопасности, не ставить руку впереди резца. Вторая рука должна быть уложена на поверхность. Варианты резьбы такой звезды многочисленны. В других видео может еще посмотрим, поврезаем другие варианты. Вот такая получается заготовка звезды. Сейчас будем резать дальше. Прорезаем между концами звезд к середине и и будем придавать ей более естественный и красивый вид, выделяя лучи. Работаем аккуратно по волокнам. Все должно быть ровненько, красивенько и чисто. По итогу получаются такие звезды, можно назвать снежинками, на этом не останавливаемся и режем дальше. Затачиваю резец уголок и будем украшать лебезки звезды. Проходим с одной стороны в одну сторону и с другой в другую в промежутком небольшим. Взяв полукруглую стамеску, нарезаем боковушки фона. Сперва делаем просечки круглой стамеской. Затем выбираем это место. Здесь нужно работать крайне осторожней, дабы не сколоть. Затем прорезаем резцом. Можно использовать треугольный резец и зарезаем треугольничек. Чем больше нарезано, много этапов, тем будет красивее после покраски и нанесения патины. Можно в этих местах нарезать чешую. Тоже симпатично получается. Затем беру треугольную стамеску. Прорезаю резец и зарезаю треугольнички на концах звезд. На этом думаю остановлюсь. Прорезаю контур окантовочного бортика. Также напоминаю, если кого-то заинтересуют эти нарды, ссылка на вконтакте будет в описании для приобретения. Выбираю фон вокруг окантовочного бортика. И буду нарезать треугольнички напротив концов звезд. Больше я здесь ничего нарезать не буду. Сейчас зачеканим фон окантовочного бортика. Вот такой вот чеканкой. Это молот для разбивания окон из машины. Очень удобно им набивать то, что находится на поверхности. По итогу вот так вот получается. Вполне симпатично. Мне нравится. Дальше, смотрите, будем нарезать оставшийся фон, борта и так далее. Будет интересно. Надеюсь, кому-то что-то пригодится. Спасибо за просмотр. До свидания. !